Правительство дополнило перечень отрасли российской экономики, которые больше других пострадали от пандемии. В список включили предприятия розничной торговли. Обращения предпринимателей этой сферы были самыми частыми. Большинству предприятий будет оказана поддержка, однако многие из них пытаются сами остаться на плаву. Анастасия Нахрачева расскажет, как обстоят дела у тюменского бизнеса. Садись. 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 Молодец. 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 Это всеми любимый леопард Миямурон. Один из обитателей зоопитомника. Здесь находится более 200 разных животных. И все они хотят есть. Каждый день. До пандемии выходные сюда приезжали в среднем 50 посетителей. Выручка от продажи билетов уходила на покупку корма. Ежедневно подопечным зоопарка требуется около 200 килограммов еды. Это мясо, крупы, овощи, фрукты. Сейчас тяжелые времена. Поэтому Сергею пришлось просить помощи у неравнодушных тюменцев. Люди много помогают. Благодаря им мы и на плаву сейчас держимся. Ну и конечно за свои средства еще содержим. И помощь нужна по сей день. Ведь пока зоопарки закрыты для посещения. Что именно необходимо животным можно узнать на страницах в соцсетях зоопитомника. А это реклама одного из тюменских производителей напитков. И сейчас не все так красочно и свежо. Продажи упали в 8 раз. Продукцию поставляли в кафе по всей стране. Сейчас общепит закрыт. Чтобы остаться на плаву запустили доставку частным лицам. Спрос пока небольшой. В день около 70 заказов. И в дальнейшем это направление планируют развивать. На предприятии трудится 30 человек. Пришлось оптимизировать график и перераспределить обязанности. Но всем сохранили рабочие места. Попросили небольшие арендные каникулы. Понятно мы эти деньги заплатим. Заплатим просто до конца года. Сейчас у нас пауза. Попросили мы арендные каникулы также в фонде инвестагентства. Тут же они нам подписали буквально за 5 дней реструктуризацию. И мы полгода. Сейчас платим только проценты. Тоже убрали выплаты все. Соответственно маленько поджались по заработным платам. Совсем чуть-чуть. В целом у тюменского бизнеса не самая радужная обстановка. Тем, кому разрешили работать, соблюдая санитарные правила, доходы упали в разы. Но есть и те, кто закрыт до сих пор. Сильно пострадали сферы услуг, развлечений, общепит, туризм и непродовольственный ритейл. Я думаю, до 30% предприятий точно, скорее всего, не смогут выйти. Ну, то есть вопрос лишь времени, когда они закроются. А дальше все сильно упирается в то, как быстро мы перезапустим экономику, что мы сможем сделать и как, собственно говоря, сами предприниматели смогут перестроиться в новые реалии. Анастасия Нахрачева, Артем Суханов, Тюменская служба новостей. В Тюменской области для малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии, реализуют комплекс мер по сохранению рабочих мест и налоговой поддержке. Для всех предприятий, которые работают по упрощенной системе, снижена ставка с 6% до 1%. Компаниям, которые платят налог на вмененный доход, установлен корректирующий коэффициент 0,005%. Плата за патент на весь год составит 1 рубль. Также до конца этого года от налогов на имущество и транспорт освобождают отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса. Для них же до 31 декабря предусмотрена отсрочка по аренде государственного и муниципального имущества. Фонд микрофинансирования предоставляет займы предприятиям малого и среднего бизнеса для пополнения оборотных средств, выплату зарплаты и уплату налоговых платежей. Кредит до миллиона рублей выделяют без залога на срок не более трех лет под 6% годовых. Кроме того, 100 миллионов рублей в регионе направят на возмещение процентных ставок для предприятий, которые взяли кредиты в этом году. Компенсация будет в размере ключевой ставки Центробанка, то есть 5,5%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова